Здравствуйте! В эфире город Эсс и Татьяна Дмитриева. Как отдыхает и чем занимается летом молодежь? Какие проекты и программы реализуются в жаркий сезон? Об этом говорим сегодня. И в нашей студии начальник отдела патриотического воспитания и поддержки волонтерства Самарского дома молодежи Мария Ильминская и сотрудник отдела реализации проектов Самарского дома молодежи Михаил Дементьев. Здравствуйте, Мария и Михаил. Добрый день. Скажите, пожалуйста, это основное ваше место работы, Дом молодежи? Вы туда приходите на работу каждый день? Да, конечно. Штатно, пять дней в неделю. Да, все как положено. А почему вы решили избрать для себя такой путь, заниматься общественной деятельностью, совсем молодые люди и работать с молодежью? Можно первый скажу? Да, конечно. В целом, еще после школы, проведя, наверное, последний звонок, я понял, что общественная деятельность в целом очень хорошо и благоприятно, и поэтому на протяжении пяти лет обучения в университете я активно занимался студенческой деятельностью. Это студенческий совет, это различные общественные организации, и в целом это влилось в мою жизнь достаточно крепко и до сих пор не могу расстаться, хотя я выпустился уже порядка четырех лет назад. Да, а в университете какая специализация, специальность ваша? Специальность государственного муниципального управления. Ну, в общем-то, близко. Да. Работа с людьми. Говорят, что это очень сложно. Вы уже почувствовали это, что вот работать с людьми, с молодежью, либо с пожилыми, или средним возрастом, что это сложно на самом деле? Я не могу сказать, что это сложно, это больше интересно. То есть есть сложности, безусловно, но интересов намного больше, поэтому не люблю говорить о сложностях и пытаюсь на них не обращать внимания. Да хорошо. Мария, скажите, а вы почему вот выбрали такую для себя работу? В принципе, ситуация аналогична. Всегда чувствовала себе силой помогать людям, доносить им информацию о том, что мир — это бескрайняя площадка для возможностей. Я молодежи, волонтером Самарского дома молодежи, Самарского городского волонтерского центра пытаюсь это сейчас доносить. А вы кто по специальности? Я историк, закончила Самарский государственный университет. Я продолжаю сейчас обучение в магистратуре, как бы углубляю свои знания. Да, интересно. Скажите, пожалуйста, вот что вообще делает Дом молодежи для города? Вот в чем его, так скажем, миссия, задачи, функции? Вот как там организована работа? Потому что иногда кажется, что вот молодежь в такие вот заведения и не ходит, чтобы там Дом молодежи, и туда устремляется молодежь на какие-то там мероприятия и так далее. Или нет? Или это ошибочное такое мнение? Вот что такое Дом молодежи для Самары? Ты ответишь? Да, это многофункциональная площадка, которая реализует проекты в городе и, опять же, дает возможности реализовывать проекты молодежи Самары самим, пробовать себя на разных поприщах. А вы как кураторы просто, да? Ну, мы им помогаем это делать различными способами, говорим им, как это лучше сделать, с чего начать, грубо говоря. А кто ваши основные, вот кто там молодежь, кто к вам приходит, вот с кем вы общаетесь? Как вы можете охарактеризовать, что это за люди, почему они тянутся к таким мероприятиям? Ну, в целом, если рассматривать как деятельность Самарского дома молодежи, то мы регламентируем все свои действия для молодежи, а это в рамках от 14 до 30 лет. Поэтому невозможно сказать, что к нам приходят 15-летний, 18-летний, широкий спектр людей и широкий спектр людей с разными интересами, с различными направлениями своей деятельности. То есть это и школьники, и студенты, и люди, которые уже начали работать, да, и просто хотят в каких-то проектах участвовать? Абсолютно все, кому необходима какая-либо психологическая, либо юридическая поддержка, у кого есть какие-то интересы творческие, организаторские навыки, свои идеи, мысли, и в целом, если у него какое-то предпочтение в жизни и уже целеустремленность есть, он может спокойно прийти к нам и обсудить любые его интересы. Да, вот Михаил, интересно, сказали, юридическая поддержка, то есть у вас есть специалист, которым могут консультироваться, и это бесплатно? Да, безусловно. Такая услуга, правда? Отдельно, прямо существует отдел, который занимается юридической, психологической поддержкой молодежи городского круга Самара, где на нашем сайте можно зайти, онлайн задать интересующий вопрос и в короткие сроки получить на него достаточно хорошие качества. Ну, вообще, лето, конечно, такой сезон благоприятный для такой общественной широкой деятельности. Скажите, вот лето молодежное в Самаре, как все это организовано, какие фестивали, проекты, программы реализуются именно в это время, и чем лично вы заняты в это время? Ну, ни для кого, я думаю, не секрет, что в лето, конечно же, наша целевая аудитория, то есть молодежь чаще всего уезжают из города на отдых, уезжают в лагеря, на турбазы, и все меньше и меньше проводят свое время именно на территории городского округа Самара. И вот тут вы, для того, чтобы организовать их досуг. Да, да, нами организовывается достаточно большое количество мероприятий в летнее время для молодежи, для тех, кто хочет проводить свое лето активно, продуктивно. Вот смотрите, сейчас середина лета, будем так говорить, да, уже даже перевалило. Вот какие уже мероприятия вы провели, какие проекты, программы реализовали, что уже было? А потом уже расскажем, что будет. Начнем с июня. Была всероссийская акция на территории городского округа Самара «Мы граждане России». Это акция, приуроченная Дню России. Наши волонтеры общались с гражданами нашего города, раздавали триколор, конституцию и обсуждали вопросы, как же появился этот праздник, что означают основные цвета флага и какие три главных государственных символа, в общем, есть в Российской Федерации. Остались личные впечатления от этого праздника? Вот как вы почувствовали вот эту вот такую эмоциональную составляющую, вообще, как люди, молодежь в частности, к этому относятся, знают ли действительно историю? Есть ли какое-то воодушевление или наоборот, как бы, ну вот, праздник, праздник, такой день, день в календаре, и в общем, что было? Ну, мы замечаем такую тенденцию, что действительно интересно узнавать то, что не знали раньше, и интересно доносить об этом людям. Вот это основное впечатление. И ребята сейчас стараются, как бы, свою брешь в каких-то знаниях заполнять. То есть это у вас такая информационная, да, вот функция, так скажем, информировать? Безусловно, есть такое направление, как событийное волонтерство, и ребята – это участники мероприятий, соорганизаторы. Это тоже очень важно. То есть они не только гости того или иного крупного праздника городского, но и помогают в организации. Это тоже очень интересно, и помогает в дальнейшем, в будущем себя реализовать. Вот сейчас такая тенденция есть в нашем времени и в нашем обществе вообще. Разобщенность, да? Вот как бы, может, вы ее не чувствуете, потому что вы аккумулируете вокруг себя людей таких воодушевленных, заинтересованных, любящих вот коммуникации. Ну, в общем-то, по данным таким статистическим тоже, и вообще просто по ощущениям, у нас люди сегодня разобщены. Вот у вас есть такие задачи, может быть, ставят и перед вами, и вы сами перед собой, чтобы сплотить и молодежь, и даже не только вот только молодежь, да, вот чтобы мы все были как-то вот сплоченнее, не разорваннее, не вот, не разобщеннее. Есть у вас такое? Потому что, конечно, мероприятия, вот они объединят. Даже те, вот, кто собрались, они будут чувствовать какое-то единство, единение, да? И что для этого делается? Конечно, проводится работа в этом плане. Я не могу сказать, что это прямо целенаправленная задача, которую мы выполняем и организуем мероприятия именно под эти цели. Но в целом мы преследуем данную тематику абсолютно во всех наших мероприятиях, и объединяя ребят по их интересам, по их навыкам, они могут общаться друг с другом, они могут пересекаться с направлением деятельности абсолютно другой, то есть ребят из другой сферы, кардинально другой. Ну, тем самым, проводя различные тематические игры, мы соединяем ребят, ну, к примеру, гуманитариев и технического склада ума. Да, что актуально для нашего города, когда вот даже университеты объединились, да? Да, и в целом они вот достаточно хорошо контактируют, и никаких сложностей в коммуникации не встречаются, то есть в целом, в принципе, можно ответить положительно, потому что мы преследуем это и выполняем данные. А что нового появилось вообще в методике и механизмах организации вот больших мероприятий по массовости, там, я не знаю, потому что в последнее время проходит много таких вот фестивалей, и я думаю, что даже схемы организации, да, вот какие-то основные, вот такие вот, как у нас говорят, рыба, да, вот меняются, вот что происходит, на что вы ориентируетесь, как можно организовать по новым технологиям современным вот такие крупные мероприятия молодежи? Ну, можно сказать, например, недавно прошедшего дня молодежи, который проходил у нас в парке имени Юрия Гагарина и организован был Самарский дом молодежи, могу с уверенностью заявить, что мы применяли не одну новую технологию. Так, а вот что это поподробнее, что это за технологии? Ну, я не могу сказать, что они секретные, но рассказать о них в двух словах как бы не, к сожалению, возможности, ну, в силу того, что это в целом просто ежегодный рост персонала и обучение на своих же ошибках, на своих пробах, становимся каждый раз на голову выше и тем самым получаем все новые... В сети, да, активно используется в последнее время, интернет это такой вот, да, вот, в интернет закинул, да, вот такую информацию и тут же она распространяется, да, и получил это все быстро и помогает. Ну, проводя опрос среди молодежи вот совершенно недавно, им полезнее, им лучше получать информацию в интернете, они сами об этом заявляют, быстрее, мобильнее, то есть быстрее принимаются решения, быстрее мы получаем ответы от них, обратная связь есть. Да, конечно, это лучше, чем звонить по телефону, тем более сейчас с последними событиями и сотовая связь, наверное, сейчас вот возрастет в цене, да и вообще быстрее, конечно, потому что все вы молодежь в соцсетях. А вот где вы еще используете в своей работе соцсети, вот я имею в виду волонтерство, я хотела в целом, чтобы вы, Маша, рассказали картину, вот эту ситуацию, которая сегодня в волонтерском движении складывается, какие основные направления существуют, какие наиболее популярны среди волонтеров и востребованы у тех, кому вы оказываете помощь и поддержку, вот что происходит? На базе Самарского дома молодежи действует Самарский городской волонтерский центр, это такая обширная система добровольчества, можно сказать, у нас в городе. И мы реализуем такие направления добровольчества, как событийные, это волонтеры, которые помогают организовывать крупные городские мероприятия, не только городские, областного, всероссийского уровня, межрегионального. Это социальное добровольчество, это волонтеры победы, адресная помощь ветеранам, когда волонтеры ходят домой, поздравляют ветеранов, общаются, беседуют, это очень трогательно, очень дружелюбные такие встречи, обмен опытом, это очень искренне. А в количественном отношении вы можете сказать, сколько участвует молодежь? 550 волонтеров в составе Самарского городского волонтерского центра, ну, активистов 200 человек, мы с уверенностью можем сказать, то есть это ребята, которые могут себя отнести к тому или иному направлению добровольчества. То есть лидируют событийные, да, правильно? Есть события, и волонтеры так вот аккумулируются. Также мы пытаемся развивать донорство, потому что все-таки есть потребность обеспечивать службу крови, нужной кровью здоровых молодых людей, это тоже очень важно. Еще вот какие актуальные темы на сегодняшний день вы видите, что вот молодежь может в это вмешаться и помочь, вот в городской среде, в жизни города, вот что вы замечаете? Безусловно, экология. Не все так экология, да? Да, то есть это направление, которое напрямую зависит от молодежи. Реализуется множество проектов, и просто нужно, чтобы каждый услышал эту информацию и начал себя, начал делать просто. Вот, Михаил, вот что вот экологическое вот это движение востребовано, да, и как бы поддерживать, потому что все мы понимаем, что мы живем в такой уже среде, которая чем дальше, тем хуже. Что вы можете сделать, чтобы организовать вот это движение, сделать какие-то, провести мероприятия, вот по какой схеме вы будете? Цикологическое направление. Да, да. Как вы будете работать? Ну, в целом мы проводим под данные гиды мероприятия в течение года, и, к примеру, один из примеров, что я думаю, можно провести, это такое, как сирень победы. В ней, не только мы принимаем участие, как в патриотической части, патриотического воспитания молодежи, так как принимают непосредственно участие ребята из СУЗов и ВУЗов города. В данной акции мы проводим такие действия, как сажаем сирень. Это в целом тоже элемент экологической поддержки в целом города. Проводим ежегодные субботники, безусловно. Чистый город. Да, эта акция называется «Чистый город», и с огромным количеством студентов города стараемся как можно больше территорий вычистить на протяжении полутора месяцев. А вообще, вот как рождаются инициативы? Например, была такая вот акция, счищали объявления, там, в старой двери. У вас есть обратная связь? Вы можете принять идею от молодого человека и помочь ее реализовать конкретно? Вот пришел он, сказал, там, я хочу то-то, то-то. Вот как вы вот работаете в этом отношении? Конечно, то есть понятно, что какое-то мероприятие требует определенной схемы. Нужно обращаться в вышестоящие инстанции. То есть сами по себе, вот как вот отдел, отделом вы не можете. Вот пришел к вам с инициативой молодой человек? У нас нет непосредственных ресурсов, у нас есть информационные ресурсы широкие, которые и мы можем консультационно, и, грубо говоря, волонтерством помогать ребятам. Ну вот инициатор акции «Прожиратели рекламы» — это член молодежного парламента при Думе городского округа Самара Андрей Кулик. Он давно горит этой идеей, я считаю, что вот как раз это та акция, к которой должны присоединиться ребята каждого двора. Ну если каждый начнет с себя, то действительно город станет чище, цветущая Самара будет радовать нас. Да, кстати, сегодня актуальна и цветущая Самара, и чистый город, и пляжи. Вот смотрю, что вы не совсем загорели, наверное, все в работе. Если экологическую тему продолжить все-таки, как-то вот с пляжной тематикой, организацией мероприятий на свежем воздухе, на тех же пляжах, потому что там аккумулируется вот основное количество молодежи сегодня, какие-то есть у вас проекты, чтобы на той территории, ту территорию захватить? Ну, на данный момент, к сожалению, нет, но есть у нас несколько идей, они находятся в разработке в данный момент. Я думаю, в следующем году мы сможем увидеть какой-то новый продукт, как Самарского дома молодежи. Да, потому что там и тема спорта может быть реализована, да, там пляжный отдых, и еще какие-то вот... Потому что именно молодежь генерирует такие идеи, ну, которые вот уже взрослый человек не сможет даже вот как-то вот... Приложить на действительность. Нет, переложить-то он сможет, а вот именно генерировать, родить такую идею, только вот молодой человек, может... Вот есть у вас такие примеры, что что-то интересное у вас, вот родилось и реализовалось? В принципе, есть. Сейчас, прямо в конце этого месяца запускаем новый проект под названием «Время без наркотиков». Это уже вот очень актуальная тема. Да, на самом деле, это достаточно актуальная тема, и мы ее проводим... Тоже на свежем воздухе, получается. На свежем воздухе, но мы выезжаем в лагеря. В лагеря городского округа Самара, где с ребятами старших отрядов проводим интенсивный двух-два с половиной часа интенсивный тренинг с лекцией, с интерактивным обучением, чтобы ребята получили знания о вреде наркотических средств, злоупотреблении наркотических средств. Получили навыки оказания медицинской помощи, юридической помощи, то есть куда и в каком случае необходимо обратиться. И после этого разработали квест-игру, в рамках которой ребята смогут закрепить свои знания, применить их в игровой форме, но на практике, на территории своего лагеря, и, собственно, адаптировать свои знания уже в жизненной ситуации, смоделировать свои действия. Да, вот это вот очень важный проект, вот на самом деле. Потому что, говорят, никто, как молодежь, вот среди сверстников, такую информацию не может распространить. Если там взрослые люди с лекцией будут стоять и там что-то устрашать, или еще что-то, то никакого всех-то не будет. Да, поэтому пытаемся максимально все это привести в, не сказать, что в игру, но в игровую форму. В ней усвоение материала идет намного проще, намного легче и доступнее. Да, ну, очень приятно, что вы как молодые люди это понимаете. И еще хотелось бы узнать у вас отдача от вашей деятельности. Вот какой эффект? Когда вы видите, что вы провели работу эффективно, вот эффективность вашей работы, в чем она заключается? Потому что мы же должны отдавать себе отчет, что если мы работаем, то мы должны какую-то вот эффект и пользу приносить. Ну, безусловно, это результаты как количественные, так и качественные. Когда мы выходим с ребятами, будь то сажаем сирень, проводим экологические акции, даем кровь, опять же, это все можно измерить. Но самое главное, мне кажется, это то, что ребята не останавливаются на этом, а идут дальше и достигают какого-то более высокого уровня. Вот отдельно хочу сказать про различные всероссийские форумы, когда ребята, которые не безразличны, их с большой охотой берут именно такие мероприятия первоклассного высокого уровня. Это очень здорово, мне кажется. А вы сами присутствовали где-то на таких федеральных масштабах молодежных? Да, совершенно недавно я приехала с всероссийского форума «Территория смыслов на Клязьме». Первая смена, там присутствовали молодые ученые и преподаватели общественных наук. Это мероприятие, которое объединяет молодых людей по интересам, которые также пытаются продвигать какие-то новые универсальные, практичные идеи у себя в регионе. Очень здорово. Михаил, а у вас какой опыт? Может быть, из другого региона вы можете взять какие-то новые идеи или из тех же федеральных масштабных? Для организации именно. Мне кажется, так это сложно. Организовать мероприятие масштабное, массовое. Это же нужно все продумать, все организовать. Очень много коммуникаций должно быть. Да, я вас помню. Принимая участие в целом в федеральных проектах, ну, как недавно прошел этот форум «Иволга», принимая участие в нем, можно получить достаточно огромное количество опыта и поинтересоваться у ребят, у коллег по направлению деятельности из разных регионов, каким уже образом они организовывают массовые мероприятия. Тем самым, обмениваясь опытом абсолютно фактически по всей России, мы можем применить навыки наших зуральских, к примеру, коллег на территории Самары, да и, в принципе, с любого конца России, кто смог рассказать хоть что-то интересное. А вообще у нас есть, у нашего города какая-то такая своя специфика, вот чем мы можем привлечь молодежь из других городов, регионов и так далее. Вот чем привлекательна Самара? Сегодня туристическая тема тоже становится очень актуальной, тем более в преддверии Чемпионата мира по футболу. Вот вы этим тоже планируете заняться? Конечно. Во-первых, это какой-то, наверное, исторический аспект, потому что если мы будем знать какую-то уникальную специфику именно нашего города, будь то Самара космическая, волжские красоты, и чтобы об этом красиво и уместно мы могли рассказать, то есть об этом нужно сначала узнать. И мы хотим проводить, возможно, какие-то, опять же, в интересном формате квесты, экскурсии, чтобы ребята смогли рассказывать об этом другим, распространять информацию. Потому что даже молодежь, вот в принципе, да, зная вот это вот, обладая вот этой информацией, исторической, культурной и о всех достопримечательностях, сможет рассказать своим сверстникам там из других городов и даже стран и привлечь также сюда туристов. Собственно, вот это же не нужно недооценивать, потому что это тоже какой-то, пусть небольшой, но все равно ресурс, пусть не массовой там туристической индустрии, а вот тоже уже можно использовать. Уже к вам какие-то вот ваши знакомые, кто-то приехал из других городов, чтобы по вашим рассказам сказать, вот у нас в Самаре вот тут так-то, так-то, вот кто-то, было такое? Ну, из... Чтобы приглашали и откликнулись, и к вам тоже, к нам приехали. Из близлежащих районов, районных центров, с Ульяновска достаточно большое количество, ну, это больше моих друзей, наверное, и родственников, приезжают, тем не менее, интересуются, да. Да, вот у нас же ездит самарская молодежь в Казань, да, постоянно, вот как-то уже становится обидно, вот что о ней поговоришь, мы ездили в Казань, ну, что ж такого там, что вот чего нет у нас. Ну, к нам, безусловно, тоже приезжают ребята из Саратова, Ульяновска, и в целом всех ближайших регионов, которые только есть, окружают Самару, они с радостью приезжают, и в целом, я думаю, получаем немало информации о том, что молодежи интересно находиться в городе Самара, получать исторические какие-то, ну, аспекты, узнавать что-то новое о городе. Кстати, вот как волонтерам, это же вот экскурсионные тоже, можно такие маршруты, да, вот волонтеры могут проводить, обладая определенной информацией, да, исторической, документальной и так далее. У нас как раз этой весной проходило обучение, оно было приурочено к празднованию 50-летия улицы Старозагор и 140 лет русско-болгарской дружбы, и у нас волонтеры также себя пробовали в качестве экскурсовода, в принципе, они знают о русско-болгарских отношениях много, и по улице Старозагорюш точно не смогут провести экскурсию. Да, потому что действительно обидно то, что у нас как-то вот ушло это, вот выходя в центр города, мало кто может сказать там об этом, там висит мемориальная табличка, мы уже не знаем, что это, кто это там, такой вот нет информации. А вот если бы были экскурсоводы-волонтеры, которые могли бы провести, вот даже идешь, вот ты группой какой-то подошел бы со своей инициативой, просто провел, рассказал, уже как-то вот и общение, и все, и информация, и приятно. Ну в целом в этом и заключается направление любого нашего мероприятия. Мы пытаемся сделать так, чтобы ребята не просто получили информацию, они смогли ее применить, рассказать ее своим друзьям, одногруппникам, во дворе своим друзьям детства, и распространили эту информацию, как нам можно более широкий круг своих сверстников по общению. Да, да, да. И вот еще одна отдельная, очень важная тема, патриотическая. Вот, Мария, скажите, вот что вы лично вкладываете, как руководитель, даже начальник отдела патриотического воспитания, вот в это понятие патриотизм? Ну, в первую очередь, конечно... Потому что есть спорный момент, куда они все одинокладно относятся. Это совершенно размыто в современном нашем обществе, потому что многие об этом и говорят, но немногие вкладывают в это что-то свое. На мой взгляд, патриот — это человек, который сделал что-то важное для своей страны и готов поступить со своими личными интересами в пользу Отечества. То есть не всегда сидеть в своей зоне комфорта, иногда выйти ради своей страны из этой зоны комфорта. Ну, вы так сразу на страну все это перевели, а вот в масштабе все, если поменьше, в масштабе города... Конечно, в масштабах края — это, опять же, нужно начинать с малого, участвовать в акциях, не мусорить хотя бы, если кто-то намусорил, ну, как-то порицать или убирать за собой. И в доступной форме, да, говорить своим друзьям, что лучше так не делать, потому что... Ну, а для начала это нужно понять. А вот какие воспитательные моменты вот в этом отношении вы можете использовать в своей работе, чтобы все-таки не мусорили? Или вот как этого можно добиться? Все доходит через руки. Когда волонтер однажды убрал то, что было загрязнено, он не пойдет второй раз там мусорить. И своим друзьям скажет, чтобы они там не мусорили, потому что это довольно тяжело собраться убрать. И, ну, как бы, лучше не мусорить. Понятно. Еще вот такое возникает ощущение, что многие проблемы у нас в жизни от отсутствия культуры, от бескультуры. Вот тот же человек, некультурный, мягко говоря, будет мусорить. Еще что-то тоже, как бы вот... Это очень важная сфера. Культура. Вот мне кажется, что если будут люди культурными, то масса проблем может решиться. Как вы работаете? У вас есть какие-то вот с культурой связанные? И проекты, и вот что-то, идеи может быть? Ну, это тоже, наверное, лежит в сфере именно патриотического испытания. Это нужно проводить, так сказать, культурный ликбез, начать с малого, ходить по музеям своего родного края, смотреть отечественное кино. Сейчас год российского кино. Мы тоже стараемся проводить такие просмотры с обсуждением. Вот, что важно, да. Мы обсуждаем историю создания этого фильма, что уникального. И затем обсуждаем, какие интересные темы были подняты в данном фильме. Безусловно, это военные фильмы. Мы вспоминаем подвиги наших героев Великой Отечественной войны. Понятно. А могут ли вот творческие молодые люди, которые сами стремятся, может, снять сейчас вот такие короткометражки и чего только нет, возможности масса для съемок, да, вот каких-то таких роликов и так далее, прийти к вам с идеей, что распространить там в социальном плане аспекте какое-то вот такое видео. Вы с этим работаете, сталкиваетесь или нет такого направления? Ну, выполняя функции информационной поддержки молодежи в целом, да. То есть любой человек, пришедший к нам, у которого есть хорошее, внятно описанное, преследующие определенные цели, идея, мы можем ее помочь доработать, адаптировать и в целом применить для широкого круга общения. Так, так, в тех же самых социальных сетях. Да, да, выложить в интернет, это же ролик, да, этот ролик социальный направленности или еще чего-то. Он уже получит большую поддержку информационной. Да, 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 поэтому вот это все, конечно. И, значит, про первые планы лета мы уже с вами рассказали. Какие перспективы планы, Михаил, как организатор на оставшуюся часть лета, расскажите. Ну, начал уже рассказывать про наш марафон «Время без наркотиков», где мы работаем с детьми, это одно из мероприятий. Далее мы сейчас еще находимся на стадии подготовки финала конкурса «Студент года-2016». 21-го числа у нас проходит дополнительный день очного этапа, в целом он закончился, но еще, к сожалению, есть ребята, которых не получилось принять именно участие в очном этапе, поэтому был создан дополнительный день. Придет к нам снова наше любимое и дорогое жюри, придут ребята-участники защищать свое портфолио, защищать свою деятельность за год ранее и предыдущие годы, свои дипломы, характеристики и так далее. И, собственно, бороться за титул «Студент года-2016». Само мероприятие пройдет уже в сентябре, плановая дата пока что, это 16 сентября. Ожидаем достаточно большое количество, естественно, молодежи, и, я думаю, результаты не заставят себя ждать и будут очень интересны. Мария, а в вашей работе вот чья поддержка вам важна? Вот с кем вы сотрудничаете? Мы сотрудничаем с различными некоммерческими организациями, также которые занимаются добровольчеством в Самарской области, например, Центр социальных проектов, Инклюзивный клуб добровольцев. То есть это наша такая добровольческая тусовка, мы знаем друг друга в лицо, и когда какие-то крупные масштабные проекты, мероприятия, мы, безусловно, помогаем и стараемся сделать это мероприятие качественно. Наверняка слышали про доступный пляж, это совершенно новое, уникальное явление, и там вот как раз собрались всеми силами и сделали что-то. Ну что ж, наше время истекло, спасибо большое за то, что рассказали, как отдыхает молодежь летом, какие реализуются проекты в Самаре, всего вам хорошего, я прощаюсь и с вами, до новой встречи, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова